Перед тем, как начать кладку стен и перегородок, производим геодезическую разбивку осей здания и разметку положения стен в соответствии с проектом. Все материалы, сухие смеси, газоблок, расходные материалы должны быть доставлены на необходимый уровень. Блоки и растворные смеси надо размещать так, чтобы у каменщиков не было лишних движений. Кладку следует начинать от края либо с угла. После установки всех угловых блоков натягиваются шнуры-причалки, по которым ведется выравнивание и кладка всех оставшихся блоков ряда. Установку каждого блока контролировать в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При кладке толщиной в один блок необходимо обеспечивать цепную порядную перевязку блоков. Для достижения безупречно ровной линии ряд выкладывают на растворную кладочную смесь, тем самым выравнивая перепады в плите. Установка каждого газобетонного блока контролируется по уровню и шнуру-причалки. Блок сначала выравнивают в плоскости, затем по высоте и после по причальному шнуру. Для корректировки положения газобетонного блока используется резиновая киянка. Для всех типов конструктивных схем зданий, в санузлах и ванных комнатах необходимо применить перегородки из газоблока. При невозможности крепления под конструкциями навесных фасадов в плиту перекрытия на первых этажах со стороны эксплуатируемой кровли паркинга соблюдать следующее. Первый ряд кладки выкладывать на выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора марки М-150 толщиной 20-30 мм. Второй и следующие ряды кладки из керамического полнотелого кирпича высотой до низа оконного проема следует вести с перевязкой на цементно-песчаном растворе с толщиной горизонтальных швов 12 мм, вертикальных швов 10 мм. Следующие ряды кладки выше низа оконного проема из газобетонных блоков следует вести с перевязкой блоков на клею с толщиной шва 1-2 мм. Для сейсмических районов конструкцию ненесущих стен первых этажей принимать согласно действующей нормативной документации. Кладки второго ряда можно приступить после схватывания цементно-песчаного раствора первого ряда через 1-2 часа. Все последующие ряды выкладываются сугубо клеевым раствором, подготовленным согласно правилам. Приготовленный клей при помощи зубчатой каретки, подбираемой в зависимости от толщины блоков, или кельмы, наносится на поверхность двух-трех блоков, не оставляя свободных зон. Расчетная толщина горизонтальных и вертикальных швов в этом случае принимается 2 плюс-минус 1 мм. Фактическая толщина клеевого или тонкослойного растворного шва в конструкции должна быть не менее 0,5 мм и не более 3 мм. Для устройства связи между несущим каркасом и возводимой стеной, а также между стенами используются закладные детали – перфорированная пластина. Крепление к конструкциям осуществляется через дюбеля. При этом необходимо применять специальные дюбеля как для бетона, так и для газобетона. Крепление стен к железобетонному каркасу для сейсмических районов выполнять в соответствии с действующей нормативной документацией. Армирование кладки стен высотой до 3,5 м не выполнять. Армированные кладки стен высотой свыше 3,5 м обосновать расчетом. Не выполнять замазку швов каменной кладки. При креплении стен к железобетонному каркасу плиты перекрытия колонны соблюдать следующее. Крепление выполнять перфорированными пластинами из оцинкованной стали сечением не менее 0,5 квадратных сантиметров. Крепление к плитам перекрытия устанавливать на расстоянии 600-800 мм от края стены и далее с шагом 1500-1800 мм. Крепление к колоннам, стенам устанавливать не менее чем в трех точках. Допускается не выполнять крепление к плите перекрытия при свободной длине стены менее 3000 мм. Чтобы закрыть всю ширину проема кладки, перемычки собираются из нескольких элементов. При этом боковые поверхности перемычек не должны выступать из плоскости стены. Глубина опирания металлических перемычек. В несущих стенах не менее 250 мм. В самонесущих не менее 120 мм. Пространство между кладкой и плитой перекрытия или покрытия заполнять минераловатной плитой, затем замазать с обоих сторон раствором. Выполнять зазоры между стеной и плитой перекрытия величиной не менее нормативного прогиба плиты перекрытия и не более 40 мм. Диаметр гернитового шнура принимать на 10 мм больше зазора между перегородкой и железобетонным каркасом. Зазоры между железобетонным каркасом и внутриквартирными перегородками допускаются выполнять без использования гернитового шнура. Субтитры создавал DimaTorzok